МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Тимур Бекмурзин настало время реальной экономики. А это значит самое время поговорить о том, как нам двигаться вперед. В этом плане у нас есть хорошие ориентиры, амбициозные цели и задачи, которые обозначил в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин. Так президент России ставит более чем амбициозную цель увеличить к 2025 году воловой внутренний продукт России в полтора раза. По его словам, страна должна закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира. И надо понимать, эта задача сложнейшая. Для этого Россия должна развиваться темпами выше мировых. Как уже почитали эксперты-экономисты, для этого мы должны расти в среднем на 6% в год. Для сравнения, по итогам 2017 года ВВП вырос где-то на полтора процента. Но цель обозначена. Кроме того, Владимир Путин ставит амбициозную задачу осуществить прорыв в социальной сфере. Это и рост пенсий, реформы в здравоохранении, которые должны сделать медицину на порядок доступнее для населения. 5 миллионов семей ставит рубеж президент, должны ежегодно улучшать жилищные условия против нынешних 3 миллионов. То есть, опять же, нужен рывок. Еще один важнейший, на мой взгляд, ориентир к концу следующего десятилетия. Россия должна уверенно войти в клуб стран 80+, где продолжительность жизни превышает 80 лет. К ним относятся такие страны, как Япония, Франция, Германия. Сейчас, напомню, продолжительность жизни в России 73 года. Опять же, для этого нам придется удвоить, утроить усилия для достижения таких результатов. Вообще, заявления типа «удвоить» или «увеличить кратно» не раз звучали в послании Путина. Он, в частности, ставит цель вдвое снизить уровень бедности в стране, вдвое увеличить ассигнование на строительство дорог, и вообще Россия должна быть прошита, по словам Путина, современными коммуникациями. Не менее амбициозные планы у президента связаны с жилищным строительством, а также необходимо удвоить расходы на пространственное развитие. Позже некоторые аналитики даже покритиковали Путина за излишнюю конкретику и сверхамбициозные цели. Задачи заявлены, а значит, их непременно нужно воплотить в жизнь. А есть ли у нас для этого необходимые ресурсы, силы и средства? А главное, с какой базы? Технической, технологической, сырьевой мы стартуем. Кто эти люди и где эти компании, которые выведут Россию на новые рубежи в экономике? Есть ли они в принципе? Мы уже говорили в одной из наших прошлых программ, что мы часто недооцениваем себя, принижаем собственные возможности. Это неправда. Миф, что единственная инновация в России – это пресловутый газовый вентиль. А все, чем мы занимаемся в последние десятилетия, то это проедаем советское наследие в экономике и в промышленности. Это так же далеко от истины, как и то, что у нас все прекрасно и идеально. У нас масса проблем в экономике, но, несмотря на все трудности, связанные с геополитикой, Россия имеет потрясающие условия и возможности для роста. А главное, у нас есть и это объективно. Хорошая научная инженерная база. Достойный человеческий капитал для реализации всех, даже самых амбициозных задач. Подробнее об этом сегодня в нашей программе. Мы и себя определили. Одним из главных точек роста – это нефтехимия. Таиф-НК – этапы большого пути. Как проходило становление стратегической для Татарстана отрасли нефтепереработки и какие сегодня задачи решает коллектив предприятия. С пуском этого цеха предприятие решило такую стратегическую задачу по переработке всех своих стоков 100% и 100% возврату промышленных стоков, очищенных обратно в производство. Экологический аспект. Какие природоохранные мероприятия внедрены на предприятиях Таиф-НК? Какой эффект они дают? Годные условия. Первоначальный износ сдают 277 тысяч от Таиф-НК. Плюс еще годная процентная ставка 4% Таиф-НК возвращает. Социальная политика. Жилищные программы, которые реально работают. Расскажем и покажем как. Понимание того, что вот это надо для людей уже сегодня делать. И делать на таком уровне, который будет соответствовать европейскому. И не только в городах, но и в селах. Благотворительные проекты Таиф. Свияжск, древний болгар, поддержка спорта, проект кадетства. Обо всем по порядку. Это уже практически устоявшийся миф о том, что богатая ресурсная база на самом деле большая беда России. Все эти разговоры, что мы давно и крепко сидим на нефтяной игле, и от того наша экономика не развивается, мы слышим постоянно. И традиционные эксперты, которые говорят чуть ли не о сырьевом проклятии России, редко приводят конкретные данные и факты. Мы же попробуем, что называется, с цифрами на руках развенчать этот миф. Я, например, уверен твердо, топливно-энергетический комплекс крайне важен для развития страны. Это действительно так, ведь мы полностью обеспечиваем себя энергией. Хотя для подавляющего большинства индустриальных держав это нереально. Их экономика очень сильно зависит от импорта энергоресурсов. Кроме того, не стоит забывать, что большие запасы полезных ископаемых – это гарантированный источник валютных поступлений. Если говорить о нефти, то у нас ее добывают в 2,5-3 раза больше, чем необходимо для внутреннего потребления. Остальное экспортируется за рубеж. А теперь о нашей якобы зависимости. Она, наверное, все-таки есть, но и назвать ее критической язык не поворачивается. Давайте обратимся к конкретным данным. В нулевые эта статья доходов составляла более половины всего бюджета. Однако сейчас его сырьевая доля упала ниже 40%. По прогнозам, в 2018 году она снизится до 36%. А в 2019 и в 2020 составит 33,7% и 33,4% соответственно. То есть с каждым годом структура государственной казны становится все более сбалансированной. А черное золото, оставаясь ее важной составляющей, постепенно теряет статус единственного рычага, способного обеспечить стабильность экономики. Если выйти на мировую статистику и взять в качестве критерия не долю нефти в бюджете, а количество экспортированных баррелей на душу населения, то Россия по сравнению с другими странами выглядит предпочтительно. Первые строчки в этом рейтинге занимают Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Норвегия. Наше государство находится лишь в третьей десятке. Так что досужие рассуждения о нефтяной игле не имеют ничего общего с реальностью. А вот чрезмерная зависимость добывающей и перерабатывающей промышленности от импортных технологий действительно вызывает беспокойство. Мы видим и наиболее болезненно чувствуем эту зависимость в машиностроении и нефтедобыче. Если газовая отрасль, например, сегодня зависит от импорта не более чем на 5%, то нефтяная по оценке ряда экспертов на 40%. В геологоразведке доля зарубежных технологий достигает 85%, а при реализации шельфовых проектов по некоторым видам оборудования доходит до 90%. Это отдельная и большая тема, к которой мы обратимся в следующих выпусках нашей программы. А сегодня мы хотели бы вновь поговорить о нефтепереработке, направлении стратегическом для экономики Татарстана. Как и почему эта отрасль стала ключевой для нас, как проходило ее становление, какие предприятия стали локомотивами роста нефтеперерабатывающей промышленности в республике. Об этом прямо сейчас. Именно здесь, в Нижнекамске, и именно на ТАИФНК можно в полной мере ощутить всю грандиозность и красоту такого понятия, как индустриальная романтика. Сегодня даже для человека в нефтепереработке несведущего очевидно, что это не просто трубы, здания, металлоконструкции. Это крупнейший и уникальный в своем роде нефтеперерабатывающий завод. Вернее, даже сказать, комплекс заводов. А начиналось все еще в конце 90-х. Перед республикой тогда стоял судьбоносный выбор. Что делать? В каком направлении развиваться? Дело в том, что запасы легкой дивонской нефти, десятилетиями кормившие всю страну, таяли на глазах. И хотя добычу сырья Татарстан держал на стабильно высоком уровне, баланс менялся в невыгодную для нас сторону тяжелой, высоко сернистой нефти. Так что делать дальше? Оставаться примитивным поставщиком сырьевых ресурсов на зарубежной рынке становилось все менее выгодным. Собственной нефтепереработки в Татарстане не было, да и в России в целом отрасль была в тяжелом положении. Решение созрело в 1997 году. В этом году специалисты ТАИФ взялись воплотить в реальность идею строительства полноценного НПЗ. Первой основой для этого стала установка первичной переработки нефти ЛОАВТ-7, которую ТАИФ тогда взял в аренду у Нижнеканскнефтехима. Установка была не новая, глубина переработки нефти в тот период не превышала 35%. Нужны были серьезные средства на модернизацию установки, выхода ее на стабильный режим работы. Это был определенный риск, который, как мы сейчас понимаем, себя полностью оправдал. Даже в условиях экономического кризиса конца 90-х, часто неблагоприятной конъюнктуры цен на сырье, ТАИФ не только сумел выйти на приемлемые показатели рентабельности производства, но и поддержал татарстанских аграриев, поставляя им продукты нефтепереработки по ценам значительно ниже рыночных. В середине нулевых ТАИФ продолжил курс на дальнейшую модернизацию НПЗ. Следом началось строительство новых двух крупнотоннажных производств. Установки по производству бензинов и установки по переработке газового конденсата. Мы у себя определили, одним из главных точек роста это нефтехимия. Поэтому здесь всегда в ближайшем будущем будет хорошая работа, хорошая загрузка. Я думаю, что хороший уровень жизни достигнем за счет работы. Сам по себе проект очень уникальный. Я думаю, что неповторимый. Ежегодно проводится модернизация завода, то есть идет обновление. Без добавок, которые мы производим, то есть мы не достигнем того показателя по октановым числам, который необходим для автомобилей. У нас в Евро-5 бензин производится. Это самое лучшее качество? Да, самое лучшее. Именно благодаря вот этой установке? И отчасти благодаря ей тоже, да. Сегодня Тайфенка – это развитый мощный комплекс нефтеперерабатывающих предприятий, в состав которого входит сразу несколько заводов. НПЗ – завод бензинов, установка по переработке газового конденсата, установка по производству битума. Нижнекамский район вместе с Закамской зоной, благодаря успешному развитию проектов группы Тайф, на глазах превращается в главную точку роста всей экономики республики. Да и в масштабах России инновационно-производственный кластер «Инакам» приобретает стратегически важное значение. Что это значит на практике? Для компаний и людей, которые сейчас трудятся на этой земле, такая перспектива сулит сплошные плюсы. Во-первых, рост доходов и, как следствие, приличные заработки. Во-вторых, хорошие перспективы развития самих территорий. Очевидно, что «Инакам» ожидают масштабные инвестиционные вливания. Будет мощно совершенствоваться и развиваться инфраструктура. Но есть один очень важный аспект, который, конечно, никак нельзя сбрасывать со счетов. Как это бурное промышленное развитие повлияет на экологическую обстановку в регионе? Есть ли тут риски для населения? Особенно этот вопрос сейчас остро волнует жителей Нижнекамска и близлежащих с городом территории. Сегодня можно говорить с полной уверенностью, что на предприятиях группы ТАИФ эти риски минимизированы. Сегодня ТАИФНК рассматривает свою деятельность в области экологической безопасности и охраны окружающей среды как одно из обязательных условий успешного развития бизнеса. Это правило, это жизненная необходимость, это обязательные условия для современной и успешной компании. В этом плане ТАИФНК есть чем гордиться. Современные очистные сооружения после реконструкции были введены в эксплуатацию на Нижнекамской площадке ТАИФНК в июне прошлого года. Это во многом уникальный проект, который в России пока в таком виде нигде не реализован. Цена вопроса для ТАИФНК составила 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Серьезные инвестиции, которые впрочем позволили ТАИФНК решить главный вопрос. Обеспечить практически стопроцентную очистку промышленных стоков, превращение их в чистую воду. Вода после этого снова возвращается в производство для повторного использования. Такой своеобразный замкнутый цикл. В этом отчасти и уникальность технологии. С пуском этого объекта, с пуском этого цеха, скажем так, наше предприятие решило такую стратегическую задачу по переработке всех своих стоков стопроцентных и стопроцентному возврату промышленных стоков, очищенных обратно в производство. Промышленные стоки благодаря уникальной технологии превращаются в чистую воду. Если раньше промышленные сточные воды со всех производств ТАИФНК после предварительной очистки направлялись на биологические очистные сооружения ПАО «Нижнекамскнефтехим», а свежая вода для действующих производств забиралась из Камы, то теперь в этом необходимости нет. На предприятие создали замкнутый водооборотный цикл водопотребления. То есть всю грязную воду начали очищать и возвращать в производство с повторным использованием очищенных сточных вод. Это первый случай в российской практике, когда удалось очистить и вернуть производство 100% стоков. Как результат, более чем на 90% сократили выбросы в атмосферу и снизили нагрузку на экологическую обстановку Нижнекамского промышленного узла. Реконструкция цеха «Локальные очистки промышленных сточных вод» – крупнейший экологический проект ТАИФНК. Очистные построили практически заново на территории цеха старых сооружений, которые уже не отвечали современным требованиям. Производительность новых очистных сооружений составляет 500 кубометров в час. Для достижения таких показателей при разработке технологической схемы очистки стоков были внедрены самые передовые методы очистки, существующие в мировой практике. Примером эффективного внедрения природоохранных мероприятий может служить и завод бензинов ТАИФНК. Это во всех смыслах передовое современное производство. Особое внимание на предприятии уделяется вопросам экологии. С этой целью пары бензинов, наливаемых в железнодорожные цистерны и автобойлеры, отводятся на установку рекуперации паров, где они улавливаются и возвращаются в сырье. И это только один из моментов. То есть все пары мы с этих цистерн собираем, прогоняем через слой угля активированного, где происходит пикочистка, и уже только потом они сбрасываются в атмосферу. То есть степень очистки на данной установке составляет 99%. Так, в 2017 году на установке каталитического крекинга была заменена система пылеулавливания, так называемые циклоны, первой и второй ступени, которые позволили снизить унос катализатора до 99,9%. То есть практически не существует сейчас унос катализатора в атмосфере. Без таких мероприятий тоже прибыли не может быть. Не значит, сейчас тоже много проверяющих органов, которые всегда нам выпишут предписания для таких предписаний, что могут остановить производство. Без этого никак. Ежегодно мы внедряем вот эти мероприятия, направленные в сохранение окружающей среды. Это у нас закладываются планы. Это надо все защитить, это надо все доказать, стоимость. Это тоже интересная работа. Каждый понедельник на телеканале «Новый век». Предприятия-лидеры, финансовые технологии, которые приносят успех. Ведущие отрасли экономики Татарстана и люди, которые знают свое дело. Как работает реальная экономика по понедельникам в 22.10. В выпусках программы мы много времени уделяем вопросам производства, экологии, технологии. Но надо понимать, что во главе угла любого процесса человек с его нуждами, потребностями и запросами. Кто-то скажет, не нужно здесь долгих рассуждений, платите работнику достойную зарплату за достойный труд, и он всегда и всем будет доволен. Согласен, вопрос зарплаты один из ключевых, и на предприятиях компании Тайфенка его решают в первую очередь. Но у работника есть и другие запросы. Вопрос обеспечения жильем, разве это не имеет для молодого специалиста важнейшее значение? В компании Тайфенка это понимают отлично, поэтому для своих ценных и добросовестных работников здесь действуют специальные программы по улучшению жилищных условий. Более 700 семей работников Тайфенка получили новые квартиры под действующим программом социальной поддержки. Чтобы работник работал добросовестно, с полной отдачей ему нужно создать соответствующие комфортные условия. Не только на работе, но и вне ее. В компании Тайфенка такой подход – это правило, руководство к действию. Комфортные условия для работы, забота о здоровье, благополучие работников и их семей – неотъемлемая часть корпоративной стратегии компании. На протяжении всей своей производственной деятельности компании проводят активную социальную политику. Обеспечение сотрудников благоустроенным жильем по доступным ценам является одним из ее важнейших элементов. Для этого в Тайфенка выработали свои эффективные инструменты поддержки сотрудников. Например, механизмы софинансирования в форме выдачи целевых займов и компенсации процентных расходов по кредитам и займам, привлеченным работниками для улучшения жилищных условий. Реализация ипотечных программ на Тайфенка началась в 2005 году. За весь этот период общество выделило более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Из них 1 миллиард 600 миллионов рублей были направлены на поддержку республиканской программы социальной ипотека. 102 миллиона рублей на выдачу работникам займов для оплаты первоначальных взносов. 18 миллионов рублей на компенсацию сотрудникам уплаченных процентов по целевым займам предприятия и кредитам банка Аверс. Реализация программ в Тайфенка началась с 2005 года. Действуют у нас две программы. Это социальная программа и дополнительная программа обеспечения жильем. Счастливчиками на сегодняшний день стали 740 семей. Программа рассчитана до 2020 года и наши работники в количестве 140 семей могут получить жилье именно по социальной программе или по дополнительной программе. Евгений Якушов новоселье справил два года назад. Молодой человек вместе с семьей переехал в собственную квартиру в новый микрорайон по улице Фекрята Табеева. Сегодня уже обустроил жилье по своему усмотрению и до сих пор ему не нарадуется. И все благодаря льготным условиям жилищной программы Тайфенка. Льготные условия. Первоначальный износ сдают 277 тысяч от Тайфенка. Плюс еще льготная процентная ставка 4% Тайфенка возвращает. Уплоченный ему новый процент. Ну мы подумали что-то с семьей. На тот момент я тогда еще с родителями жил. Не была жена. С родителями подумали, подумали. Ну решили все-таки сдать документы. Рассчитаться полностью Якушовы планируют за 4 года. А за это время жизнь в микрорайоне должна заиграть новыми красками. Строится школа, строится детский сад, который действительно очень нам нужен. То есть мы уже в этом плане социально обеспечены. Жилье от Тайфенка работники получают больше 10 лет. И сегодня счастливых обладателей квартир не десятки, а многие сотни. Что такое социальная ответственность бизнеса? Казалось бы, ответ на поверхности. Компания может считаться социально ответственной, если она своевременно и полностью перечисляет налоговые платежи и сборы в бюджет. И опять же, этот ответ недалек от истины. Но мы все же сегодня хотели бы уйти от слишком простых ответов на сложные вопросы. Специальные программы социальной поддержки для своих сотрудников, инвестиции в развитие городской инфраструктуры, в парки и скверы, спонсорские и благотворительные проекты для Тайфенка – это уже важная составляющая деятельности, принцип работы. Поэтому сегодня компания является инициатором масштабного проекта «Кадетство». Вносит весомый вклад в сохранение культурного наследия Татарстана, помогая возрождению древнего Болгара и острова Града Свиярск. Тайфенка поддерживает спорт, участвует во многих городских и республиканских благотворительных проектах. Обо всем подробно в нашем сюжете. Нижнекамск «Улучшными зонами», «Культурными мероприятиями». Город, можно сказать, сказочно расцвел в последнее время и в первую очередь благодаря инвестициям предприятий группы Тайф. А все, что сделано, это сделано для жителей. Это качество жизни, условия жизни, парки, скверы, вот этот комплекс. Конечно же, здесь огромный вклад руководства города. Но самое главное, наша компания, значит, группа компаний Тайф внесли огромный вклад в подготовку к 50-летию. Мы считаем, что город Нижнекамский, Нижнекамская зона, она самая перспективная в экономическом плане. А если экономика, значит, есть перспектива. Внимание того, что вот это надо для людей уже сегодня делать. И делать на таком уровне, который будет соответствовать европейскому. И не только в городах, но и в селах. Благодаря и программе, безусловно, в первую очередь. И благодаря тому, что группа компаний Тайф 90 миллионов рублей непосредственно в реконструкцию набережной финансировала. И 70 миллионов рублей на реконструкцию дорог. Мы вот эту дорогу, которая идет вдоль набережной, ну, в общем, испытывали машины на прочность долгие годы. И дорога побеждала, машины проигрывали. Вот сегодня мы победили благодаря поддержке наших промышленных предприятий. Все крупные городские проекты, масштабное дорожное строительство, программы парков и скверов. Все это сегодня в зоне внимания компаний Тайф НК. Да, вложения огромные, но они, безусловно, стоят того. Ведь это в любом случае адресная помощь. А ее получатели сами нижнекамцы. Работники промышленных предприятий города, в том числе работники Тайф НК. В компании считают, что это еще и инвестиции в будущее. И компании, и города Нижнекамска. Поэтому с недавних пор Тайф НК принимает активное участие в социально значимом проекте «Кадетство». В татарстанской акции «Помоги собраться в школу». Тайф НК много и целенаправленно поддерживает спорт в республике. И, конечно, вносит весомый вклад в сохранение культурного наследия Татарстана. Помогая возрождению древнего Болгара и острова Града Свияжск. Сила во благо для Тайф НК не просто красивый лозунг, а наполненный реальным содержанием девиз. Миссия компаний. Это все на сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Викмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин